Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной игры против NVK Rocky. Это четвёртый тур моего седьмого дуэльного турнира, и если вы не видели первую серию, то настоятельно рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с неё. Ссылочка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным, кто уже посмотрел первую серию, приятного просмотра. Слушайте, он чеченицу прям за один ход. Ну, можно, например, город вот тут поставить, где у меня колесница стоит. Мне интересно, куда там его юниты пошли. Лагеря он, что ли, собирает? Ну, в принципе, есть резон. Почему нет? Так. 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 Мне гражданская служба тоже нужна, чтобы фермы строить. Точнее, фермы я уже могу строить, в принципе, что тут ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то я не убью, наверное. О, Золотой век. Это неплохо. Жаль. Куда вот тут ушли юниты? Копейщик и коляска была. Прям мистика. О, у меня тут проблемки начинаются, кстати. О, у меня тут. Субтитры сделал DimaTorzok Так, над калукой я ему тоже убил Блин, ну тварь Ну и я дебил заодно, кстати Естественно Так Ребят, вы где? Ага Да, можно тут четвертый город, кстати, ставить Вполне Только может не здесь, а вот тут, например Или вообще вот тут Вот тут точно, вот тут надо четвертый город поставить Субтитры сделал DimaTorzok Так Национальный колледж Так Мачу-Пикчу Вот давайте после Мачу-Пикчу построим Секлера Ой, блин, тут уже была религия Ну хотя, в принципе, какая разница Что я буду на Марокко, что ли, распространять Давайте дорогу построим А еще мне рабочие нужны Так, пока притормозим с рынком Классно, кстати, что Рокки не отстает от меня по По населению вообще никак Не по населению, а по науке Не, не буду я тут атаковать Вот тут встану, где я хочу город поставить И Буду стоять Да, у него поддержка больше Может мне какого коня построить Избегать ему вот там Вот тут попытаться пробежать Кстати, а что у нас с конюшнями Вот в столице, между прочим, конюшня была бы очень Так, отойти мне надо А тут всякие проблемы Понимаш Да, Петра мне очень помогла, конечно Так, поперся Копейщик Дальше что? Давайте арбалеты Или Давайте универа, а потом арбалеты Вот так Так, почему нет Так, ладно, отбегу сейчас минутку Так, вроде меня никто не атакует Ну, почему я играю в защитную? Просто потому что За традицию, как вы знаете Чем дольше ты можешь Обороняться Тем у тебя все круче будет И видите В данном случае Это моему сопернику надо на меня нападать А не мне на соперника Да ладно, блин Плохо Потому что есть Алешка у тебя Алешкин, ты вздыхаешь зря Надо пойти с теми варварами разбираться Кстати, инженерное дело Видите, может инженерное дело для начала откроем А потом дальше пойдем Потому что, во-первых, стена Но самое главное Блин Самое главное я могу через Речки Наконец-то бегать Так, что по армии Он армию не строит Блин Пикинер это плохо По идее Деньги у меня будут Купить соль Если что Надеюсь А у него денег У него вообще тоже есть Наверное У него нету столько Чтобы прям соль купить Но если я поставлю город без соли Это плоховато будет Откровенно Так А что вообще Коляску Надо сюда Дуболомы привезти Вообще Просто под защитой Дуболомы везти Вот и все Эти коляски нам нужны Так Мне караван Теперь нужен И нужен Юнит Где-то здесь Чтобы он Ну, собственно Коляска туда и бежит Давайте-ка Еще одну Наверное Перекинем 8 А у меня 12 Тяжелая битва Но мне надо Очень четвертый Город В любом случае Ставить Очень надо У меня, кстати Второй Третий Такого же Размера Как и у него То есть Пока я Только за счет Столицы Имею бонусы От традиции 16 Культуры Ну и Что мне Принять Коммерцию Патронаж Наверное Надо будет взять Потому что Запретный город Тут нормально А мы Похоже на развитие Тут играем Блин Нужны деньги на покупку клетки Ну блин Ну 100 золотых По идее Должно Хватить Если я тут Поставлю Какой-нибудь 70 стоит Покупка Эта И 30 Правда Я не знаю Почему он Не покупает Тогда Может Хочет Сохранить Деньги Или Считает Что она Так Автоматом Добавится Что я Не буду Там Город Ставить Видимо Что-то Так Так Караван Давайте Здесь Потом Рынок И Минт Потому что Деньги Нужны Золотой век Закончился О, у него армии тут нету Генерал Так Генерала Сюда На фронт Убегать Блин Ну Автоматом у него Добавилась Соль Может Отъезд Генералом Ему тут Сложно Будет Да Знаете Я так Наверное И сделаю Потому что Кстати Что он Принимает Он Закрыл Волю То есть Я не думаю Что у меня Будет Тут Подгород Прям Ставить Так А как Мне лучше Тогда И вот Сюда Поставить Купить Две клетки Вот эти И вот сюда Поставить Генерала Я не знаю Я не знаю Так. Надо сахар обрабатывать. Надо сахар обрабатывать. Надо сахар обрабатывать. Надо сахар обрабатывать. Производство больше еды. Больше населения. Больше золота у него немерено почему-то. Производство больше еды. Может подождать один ход, пускай Париж вырастет. Кстати, в Париже надо больше на производство пообрабатывать. Тоже видите, рабочих не хватает. Мне тут всего не хватает. В Париже надо обработать холмы. Чтоб производство давал. Закрыл мне подход. Да, ну тут фиг пройдешь конечно. Ну что, ставить наверное город уже. Так. Леону нельзя расти. Таким. Таким. Ну и сколько стоит клетки? 90 и вот это. А мне вот сюда надо крепость поставить. Это видео традиционно вышло при поддержке Двагис. Странно, что многие думают, что Двагис это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете в какой ресторан отправиться? Двагис показывает отзывы из Форсквея и Флампа, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на двагис.ру и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Дорога вот так прокладывается спокойно, кстати. Так, водная мельница. Нужны ли мне тут сады? Пожалуй, нет. Давайте Тут Геликарнатский мавзолей. Так, этот шахт начинает клепать. и стену. Так, что у нас с армией? Ага, у соперника какая-то армия есть. Так, слушайте, я не смотрю, может он в арбалеты вышел. Триста восемьдесят девять. Нет, он еще не вышел. Он даже в гильдии не вышел. Отлично. Зато вышел в тело. То есть он тоже идет в универы, а потом... Ладно, здесь, наверное, даже вот так сделаем. Я не хочу лететь в арбалеты, потом нападать на него. Я в защиту. Я чем дольше смогу... ...сидеть, тем лучше. ...для меня. Угу. Давайте-ка мы лучше будем пытаться смотаться. Так, у него там пикинеры. Раз, два, три, четыре. У него пять городов. Четыре, я вижу, и вот там пятый. Так, дорога построена. Здесь давайте дорогу строить. Тут шахту и тут шахту. Ну, у него та кармия, что-то, видите, пикинер, например, он построил. Пикинер. Пикинер неплохая штука. То есть он сразу много добавляет. Ну что, пойдем попробуем разобраться с этим лагерем. И тут, кстати, тоже можно отправить. Ага, он стену построил. Лады. Не возражаю. Так, что мне? Так, что мне? Так, и чеченицу он тоже, по-моему, построил, да? Пирамиды. Пирамиды, стена, чеченица. Что мне тут так? Во-первых, колизей, во-вторых, цирк. После этого... Нет, даже так, сначала цирк... Нет, колизей. Колизей два счастья дает, а цирк одно. У меня сразу в ноль получилось. После этого... Так, что там у меня? Ах. За моим конем охотится. Будем убегать. Так, давайте, наверное, АС Софья не надо. У меня и так будет. Оракул. Давайте Парфенон. Или Стоунхендж. Стоунхендж. Я возьму... Мечети. Мечети. Сотка, блин, дорого, но мне это очень надо. Да ладно, да ё-моё! Ой, блин. Я оракул вон построил. Ну, у меня вот Троя примет иудаизм, и можно будет… Можно будет эту клетку покупать и ставить тут крепость. Так, мне вот тот конь не нравится. Давайте-ка мы ещё одного коня построим. Кстати, я конюшню построил, но, судя по молоткам, построил. Ну, он меня по молоткам начинает догонять, ну, потому что у него пять городов, естественно. Так, я открыл универы. Блин, ну чё этого рабочего может захватить? давайте-ка мы вот так сделаем чувак от своим рабочим убегаешь гаденыш так можно переставлять сразу на мечети и 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 Варвары незаметно как-то для меня исперли рабочего. Вот тут буду стоять. Я тут высоко сижу, далеко гляжу. Вот, отлично. Вот у меня и денежки появились. Так, значит, сначала мы будем подставлять юнитов, чтобы он обстреливал. А потом сюда генерала и отъедим уже. 85 стоит, отлично. Меня это устраивает. Идея в том, что ему, даже если он эту крепость обратно отъест, соль все равно у меня останется. Счастье появилось. Тоже может конем забрать, но у меня тут есть в принципе, что ему ответить. Я не купил клетку. Вот я дебил. Нормальный человек. Нет, конечно. Леша тормоз. Нет. Полечусь лучше следующим ходом. Нет. Полечусь лучше следующим ходом. Плохо. Плохо. Так, что тут холм? Давайте обработаем холм. Да, плюс только в том, что я его перекликиваю. Конечно. Мне, пожалуй, нужен пикинер. Холм. Так, что он нужен. Так, какое чудо я очень хочу построить, я хочу очень построить запретный дворец, поэтому для этого мне надо инженера сохранить. О, тут лечилка будет отлично. Пикинер, ты не туда идешь. Убил все-таки. Блин, ну эти варвары! Блин, надо отходить. Блин, надо отходить. Ну, вот арбалетами уже можно будет поспамить и попробовать как-то выиграть, продавить арбалетами. Ой, блин, тяжело, тяжело. Ну вот у него генерал, я надеюсь, что он его тут поставит как бы, чтобы отъесть. Ну, соль останется у меня. Идея такая. Спасибо. Не, принесли отвар шиповника попить. Вот так вот. А вам небось не приносят. Хорошо, пока медколук тут стоит. Правда, до апы ему далеко, но я надеюсь, что я пикинера уже успею привезти. Дааааа. КОНЬ КОНЬ А так, я не знаю, для чего он держит. Если он хочет отъедать, то ему достаточно на корову поставить. Больше он просто ждет, когда эта клетка купится, чтобы вот сюда поставить. Но главное, что... Ну, что тут происходит? Не убивается все никак? Ага, конем сейчас убьет, наверное. Блин, да. И разграбил мне. Ну, что поделать? Что поделать? Ура! 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 3 пикинера давайте и будем мастерскую строить 3 пикинера КОНЕЦ Легко Слышь Рассер Рассер ПОНЕЦ АЛЬЯ' Так Так, можно, наверное, уже пробовать сливать коляски. Ну, так, конечно, не по-тупому, как я обычно делаю, а попробовать по-умному. И так, пускай растет уже. И два хода до арбалетов. Собственно, вот пикинеры в мастерские и в Париже пошли арбалеты фигачить. Уже никакого Стоунхенджа не надо. Арбалеты продавливаем арбалетами. Ага, у него принята честь. То есть он уже взял генерала с чести. И плюс еще что? Откуда у него столько культуры вообще? Еще и коммерцию одну дополнительную. Да ладно. Пошла жара. Так. 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 что у нас с армиями ну он поднастроил ну у меня один ход до арбалетов у меня храм артемиды хочется верить что это все не просто так так апа ни у кого нет случайно попробуем убить пикинера это у меня получилось блин мог же вылечить о мечети уже пошли покупаться так арбалеты рыцари что у нас кстати 170 170 170 то есть у него тоже все это открыто по идее он недалеко до арбалетов вот тут какое-то море ну это озеро конечно не море, а озеро так мне тут главное своих пикинеров в оборону поставить арбы варварские я понимаю что короче вот так дорога но мне важнее было вот именно на этот холм мы будем провести чтобы бегать было лучше армии вот тут еще какао так нужен еще один денег у него если что на апгрейд нету да у меня кстати были но все равно я лучше не хочу их тратить а а и в и в в и и и и Так, куда это он отходит Кстати, я вот сейчас Немного нарушил правила Потому что надо ходить так, чтобы соперник Мог отреагировать на это Но я как бы считаю, что он отошел Я как бы я отреагировал на то, что он отошел А, он отошел, потому что у него там Ясно Потому что варвары в тылу начинают Чумоходить Субтитры сделал DimaTorzok Так, орлеан вырос Ну, пускай в производство все тогда Так, так, так Так, кем я тут еще не походил Так, где мы возвращаемся в город Тут Раз такое дело Ээээээ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот Ну, вот теперь я уже более-менее в себе уверен Теперь, я думаю Победа близка Хотя, походу, ему там тоже недалеко до... До арбалетов Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, грузим сейв Так, продолжаем Грузим сейв Не знаю, как тут у нас будет Я ретинг загрузил Устроит ли это моего соперника Или придется раньше еще Ну, типа Ход раньше грузить Сейчас посмотрим Так, горячие клавиши подготовлены Загрузились Так А, не убил Так Встанем в защиту Тут лечимся Так, убили мне Ну В принципе, не жалко Так, что-то я без наушников Не слышу Приятные звуки Того, как меня юниты убивают Так, воркшоп Здесь построен Так, давайте-ка Караванчик Все-таки Все-таки очень правильно Я тут крепость поставил Очень она напрягает Я думаю Моего соперника Так, знаете что Пойдем сюда Так, все правильно Обрабатывается В Леоне Тоже все правильно Вот так, наверное В Труа Труа Да, и мне, конечно Соль тоже неплохо Было бы обработать Да, ну я думаю Касабланку я возьму Что-то мне подсказывает Зачем она мне Правда Ну Ух ты Даже так А у меня будет лечилка Стоящим ходом Эге-гей Все Тут походили Париж растет Ну Выглядит, конечно Все Грустно Для моего соперника Как мне кажется Может мне Этим конем Отойти Япнуть его В рыцаря Сколько стоит Семьдесят Не успею Я, по-моему Хотя Будет Семьдесят В принципе Не, не успею Ладно Пускай стоит Фиг с ним Так Тут нам главное Вылечиться Эээээ Я перекликиваю Ученый Куда посадим Вот сюда Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, пошли попробуем проапгрейдить Блин Ладно, пошли попробуем Так, этот умрет, к сожалению Продолжение следует... Я думаю, стоит ли мне тогда как-то пытаться его убивать? Так, лагерь захватили Боже, да сколько ж вас тут? Кстати, столько песен про города Марокко и про Марракеш я знаю Марракеш Про Касабланку Касабланка Раз у меня есть генерал Еще один Он уже эти крепости отбить не может Ну просто некуда ставить генерала Это сколько Сабланка берется Блин, не успею Ну не надо Рассинхронно Ну блин, что я на последней секунде пытаюсь что-то делать Блин Ай-яй Хотя это руки отрывать разработчикам надо Сделали игру Опять загрузили сейф Главное тут не растерять юнитов всех своих Так, что тут у нас? Главное тут не растерять юнитов всех своих Главное тут не растерять юнитов всех своих Так, наверное, надо убрать Блин, варвары приперлись внезапно Можно шато уже строить Прикольно Где нам тут еще шато построить Ну вот тут, например, на холме Да, да, да Запретку Блин, варвары приперлись Может, он сдастся? Как вы думаете? Или оставить этот город? Вот, в принципе Нет, знаете что, я его оставлю Зря только Библиотеку Продал Библиотеку Ну, сейчас мы тут армию подлечим И будем сносить Библиотеку Библиотеку С двух сторон С двух сторон причем А может, не сносить Может, сидеть и дальше развиваться Смысл? Это ему меня сносить надо Продолжение следует... Моя религия к нему распространяется Это плохо, как бы он производство получает Но с другой стороны А с другой стороны хорошо Так, эти у нас тут все лечатся Все лечатся У него тоже этот инженер. Вообще, кстати, и в астрономию неплохо бы. Да блин, тут уже по развитию я впереди, города я у него беру. Надо уговорить сдаться. Че тянуть-то? Все понятно? У меня уже больше городов, играя через традицию, чем у него через волю. Ну больше у него стена великая, как бы напряженная. Я тут вот, наверное, поставлю крепость. Возможно, он ее отъест. У него есть генерал, да. Ну да, то есть он думал, знаете, если я пойду, он будет моей тут юниты убивать. А мне нету смысла идти на него. Мне можно сеять и развиваться, и все. Если бы у меня хотя бы стена была, я бы тогда попер. Ну давайте обсудим игру. По-моему, что-то Рокки расслабился и пассивно сыграл. Видите, как я боялся в начале игры, что он сейчас пойдет меня поджимать, пойдет там захватывать, ну то есть ставить под меня города. Ну вы же понимаете, что в начале традиция очень слаба. нету, в принципе, ни производства, ни еды. И он, и мы довольно близко находимся. То есть вот он мог тут ставить... Вот тут он поставил город, да, и вот сюда еще. И вот отсюда очень неплохая территория для атаки столицы. Но он сыграл какую-то волю на развитие. Мне надо было достаточно дотерпеть до Петры. И после Петры у меня уже Париж начал развиваться только в путь. Ну давайте, кстати, загрузим, посмотрим, что у него за территория. Так, вот территория марокканца. Ну у него, кстати, похоже. Слушайте, у меня более пустынная территория, чем у него. Я думаю, что он Петру даже и не строил. То есть он даже не думал там, может, в какой-нибудь Рабате, например, Петру построить, но... А, вот у него чудо. Ну это, по-моему, пятый вообще город Танджер. Или четвертый, или пятый. Все равно не сильно ему помогало это чудо. У меня, конечно, Петра была очень важна. Вот если бы он даже к тому моменту, как я Петру построил, вот он уже подпирал бы меня городами и начинал тут на меня идти, то у него был бы шанс, конечно, меня продавить. И постоянно тут армию он бы строил, но... Видите, он тоже уже настроил тут арбалеты. То есть, ну, нафига мне как бы лезть в такую мясорубку, если я просто офигенно опережаю его по всему. И тут достаточно выйти. У него только физика открывается. Выхожу в порох, потом принтинг-пресс, потом я еще строю обсерваторию. У него, кстати, города не около гор, а у меня около гор, и все, я улетаю. Тут нету смысла, в общем-то, тянуть. Ну все, на этом все. Спасибо, что досырели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.